Дорожная карта Таких грандиозных вливаний в реализацию госпрограмм Каратальский район не видел давно. Это стало возможным благодаря дорожной карте, которой предусматривается капитальный ремонт, благоустройство, проведение питьевой воды и канализации. Исполнение всех этих программ находится под контролем главы края ЖТСУ и специально созданной общественной комиссии. Особое место уделено объектам образования, в которых наравне с текущими работами ведется улучшение санитарных норм для школьников. Одно из значимых событий для города Уштоби – капитальный ремонт средней школы имени Пушкина. Это учебное заведение одной из старейших. Здесь учатся более тысячи детей. Сейчас подрядчики уже приступили к работам, которые ведут с опережением графика. По дорожной карте занятости в отделе образования 28 проектов у нас. Из них один – капитальный ремонт школы, дети – текущий ремонт школ, и 25 – это санусольство, санузло в школах. Ну, важность она в том, вот эта школа Пушкина, общая сумма у нас выделенная – это 1 миллиард 11 миллионов 943 тысячи, из них 783 миллиона, выделена капитальный ремонт средней школы Пушкина. Ну, школа построена в 1983 году, проектная мощность школы – 1119 учащихся. До сегодняшнего не было капитального ремонта, первый раз. Качественно и оперативно стараются выполнять работы по развитию системы водоснабжения города Уштоби. Здесь предстоит заменить более 30 километров водопровода. Чтобы не причинять неудобства жителям, замену производят поэтапно, разбив работу по участкам. Обо всем этом рассказали представители районного Акимата и подрядчики первым заместителю областного филиала партии «Нуратан» Жанбулату Жоргенбаеву, входящему в состав комиссии общественного контроля. Ведутся работы по 52 объектам. На данный момент мы стоим на площадке реконструкции водоснабжения. Общая сумма, выделенная из республиканского бюджета по дорожной карте занятости населения – это 3,5 миллиарда тенге. В которой будет охвачено около 400 человек. Более 6000 квадратных метров площадь облагораживаемой внутридомовой территории по проспекту Кунаева в микрорайоне Шанырак. В скором времени здесь появятся детская и спортивные площадки. А по осени, с учетом местного климата, будет проведено озеленение. В целом, как заверили подрядчики, все работы пока идут по графику. В свою очередь, члены комиссии сообщили, что контроль за ходом реализации проектов дорожной карты имень будет вестись еженедельно. Антон Хатиновский, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Вчера пешеход, сегодня водитель. Как в условиях карантина получить заветное водительское удостоверение? Как будет проходить сдача экзаменов? Актуальными рекомендациями поделится Евгения Присяжная. До введения режима ЧП Талдыкурганский спецсон ежедневно обслуживал около 600 граждан. Теперь, в период ограничительных мероприятий, работа всех центров обслуживания населения перешла в так называемый режим онлайн. Приток посетителей в Талдыкурганском спецсоне практически сошел на нет. Однако, как говорят его сотрудники, с наступлением летнего сезона в числе получателей услуг появляется немалое количество лиц, желающих получить водительские удостоверения на управление автомототранспортом. Кандидатами в водители на портале электронного правительства подается заявка на получение документа. Далее по номеру телефона 1414 следует забронировать дату и время своего визита для прохождения медицинской комиссии и сдачи теоретического экзамена. Со слов будущих автолюбителей, все эти манипуляции занимают не более пяти минут. Сначала нужно зайти на ЕГО в сайт, можно через одноразовый пароль, через смс-ку, потом выбрать услугу транспорт и услуги и там встать на очередь, выбрать специализирующий сон, встать на очередь в свое время, прийти в это время и взять талон и ждать в своей очереди. Сейчас жду в своей очереди на теоретический экзамен. Далее будет практически при успешной сдаче, конечно. Ну и надеюсь, получу права. Согласно действующему законодательству, обязательное обучение в автошколах отменено. Имея достаточные навыки, кандидат в местном СОНИ создает теоретические и практические экзамены. Тем, кто проходит испытания без сучка и задоринки, право управления выдается в течение часа через сектор выдачи. Не стоит особо беспокоиться и тем состоявшимся автовладельцам, кому нужно обновить или заменить права как раз в период карантина. На это время казахстанцы освобождаются от штрафа за просроченное водительское удостоверение. Более того, оно будет действительно на все время введенных в стране карантинных мер. Если в период чрезвычайной ситуации во время карантина истекло водительское удостоверение, на нее никаких ограничений нет. Данное водительское удостоверение он может также поменять через портал электронного правительства без медицинского осмотра. Не смогут воспользоваться онлайн-услугой получения водительского удостоверения лица, лишенные этих прав. В этом случае им придется сдавать экзамены заново. Евгения Присяжная, Абылая Кутыкбай, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. С введением поправки в статью 112 Трудового кодекса теперь работодатели должны сами выплачивать своим работникам 42 500 тенге за время простоя. Наряду с этим правительство дало добро на пересмотр дел граждан, не получивших пособия в период ЧП. Как отреагировали бизнесмены региона на новые обязательства и кому из граждан одобрят выплату пособия. На сегодня в области более 120 тысяч предпринимателей. Многие в связи с карантином были вынуждены приостановить свою работу. Соответственно, утраченная прибыль отразилась на фондах оборотных средств. Однако по новой трактовке закона именно работодатели сами должны выплачивать работникам социальное пособие в размере 42 500 тенге, утвержденное государством. За неисполнение нормы законодательства предусмотрен штраф. Эксперты считают, что в такой ситуации многие работодатели попросту расторгнут трудовые договоры со своими работниками, что станет причиной роста безработицы. Национальная палата предпринимателей Атамикен направила правительству и Министерству труда ряд предложений, одно из которых звучит так, чтобы продолжить выплату третьего месяца социального пособия, чтобы этот груз лег не на плечи предпринимателей, а на плечи государства. И эти деньги должны выплачиваться строго тем секторам экономики, которые на сегодняшний день не могут продолжать свою деятельность в рамках постановления санврачей, в рамках карантина. Новая поправка в законе о труде коснулась и объектов негосударственного дошкольного образования. В Талдукургане насчитывается 43 частных детсада и более 10 образовательно развивающих центров. С начала ЧП и по сей день все они закрыты на карантин. Нет финансовых поступлений, нечего и платить приглашенным педагогам, говорят члены Совета директоров, филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования. Данная ситуация может привести к нехорошим последствиям. Во-первых, мы все эти годы по крупицам собирали ценные кадры свои, поэтому мы можем их потерять. Это вот самая главная проблема, которую мы боимся все. И второе, либо выходить работать, потому что если карантин продлится еще хотя бы на месяц и даже на полмесяца, мы боимся, что придется всем большинству бизнесменам, придется вытаскивать себя из глубокой финансовой ямы. Поэтому мы обращаемся к государству за помощью, бизнесу надо помогать. Это частное образование. И сегодня оно просто останется без потребителя услуг. Сколько родителей потеряют свое право воспользоваться дошкольным образованием. И государство не настолько защищает бизнесменов, оно не защищает главных жителей страны, родителей, которые пользуются этими государственными услугами. Однако потерявшие в этот период работу и оставшиеся без доходов граждане все еще могут доказать свое право на 42,5 тысячи тенге. Такой шанс есть у некоторых из тех, кто ранее подавал заявку и получил отказ. Эти заявления будут рассмотрены повторно. Но лица, получающие социальное пособие, пенсионеры и граждане, не терявшие доход в период ЧП, на эту выплату рассчитывать не смогут. В связи с введением изменений в процедуру начисления госпособия, нами начата процедура пересмотра заявлений, ранее получивших отказ. Для этого гражданам, находившимся в вынужденном отпуске без содержания, нужно предоставить подтверждающие документы, заверенные работодателем. Прием этих документов органы социальной защиты населения будут осуществлять до 1 декабря текущего года. Кульмира Тимиргалеева, Ержан Дуйсен, Мадиба Ивусынов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Это была вся информация к этому часу. До встречи в следующем выпуске новостей в 21 час 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова